Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На проект пришел Валерий Блюменкранц, который запомнился многим зрителям странными отношениями с Дианой Игнатьюк. Он выразил симпатию Тати Абрамсон, с которой общался за периметром. Валерий стал участником проекта уже в третий раз. На Поляну Дома-2 вернулись Марина Африкантова и Андрей Чуев, которые отдыхали на Кипре. По словам продюсера шоу Алексея Михайловского, Марина продолжит участие в конкурсе «Человек-года». И Марина пишет, «Сегодня будет решаться вопрос о моем дальнейшем участии в конкурсе. Поддержите меня». Вернувшись, Андрей и Марина обнаружили, что их комната занята Кристиной Лисковец и Федей Стрелковым. Андрей выкинул их вещи, и они с Мариной въехали в комнату. В итоге между Андреем и Федей произошла потасовка. В драку вмешались и девушки. Победил Федя, он отстоял свою комнату и выкинул вещи Чуева. Фанаты уверены, что виноватыми в этой ситуации выставят однозначно Федю и Кристину. Потому что Чуев пользуется особой любовью продюсеров, и ему все прощается. В приложении TNT Club идет голосование, название «Лапур года». С огромным преимуществом лидирует Оля Рапунцель. Глеба Жемчугова по иску супруги судили, его признали виновным и отправили в изолятор на сутки. Там же находится и Надя Соколовская, которая хочет отбить Глеба у Ольги. Рассказывает Тимур Гарафуддинов. Сегодня я был защитником Глеба на судном дне. Судья Влад Кадони был очень суров. Он посадил Глеба на целые сутки в карцер с очаровательной блондинкой. Миша Жемчугов скучает по Денису Козловичу, который недавно покинул проект. Он по всей поляне ищет его. Денис любит детей и много играл с Мишей. А на время изоляции Глеба Ольге с ребенком теперь помогает Костя Иванов. Дима Дмитренко и Оля Рапунцель готовятся к помолвке. Дима уже купил Оле кольцо из белого золота с бриллиантами. Рапунцель пишет. Мы съездили и выбрали помолвочное кольцо. Ура, я довольная. Дима молодец, восхищаюсь тобой, ты у меня самый лучший. Остается ждать самое важное событие – предложение руки и сердца. Также Ольга Рапунцель организует свой собственный бизнес. Она предлагает своим поклонникам к ней присоединиться. Правда, вид деятельности Рапунцель не уточняет. Курбан Амаров и Настасья Самбурская решили запустить совместный интернет-проект. Новое детище Курбана Амарова называется «Звездограмм». Это будет альтернативная соцсеть только для звезд шоу-бизнеса. Встречи Амаровой и Самбурской в Испании как раз и были посвящены этому новому проекту. По словам Амарова, проектом заинтересовались многие звезды, и они готовы сотрудничать. Ксения Бородина довольно жестко высказалась об идее Амарова. По ее словам, ей были предложены значительные деньги, если она согласится устроить из своей жизни шоу и повесить камеры в спальне. Однако Ксюша отказалась от такого предложения. Бывшая участница проекта Даша Пынцель, которая недавно родила второго сына, призналась, что все-таки хочет еще и дочку. Она написала «Почему-то у одних получаются только девочки, а у других только мальчики. Я теперь еще девочек хочу, но попозже. Материнство – вещь хорошая и заразительная». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.